Продолжение следует... Итак, что же самое главное для разработчика? В действительности, в случае с Windows Phone 7, технологическая сторона так же важна, как и сторона, если хотите, психологическая и дизайнерская. Поэтому начну я именно со второй. Когда мы разрабатывали наш телефон, задача была относительно простая. Вот видите, уже есть артефакты от того, что мы показываем не с моего компьютера. Задача была относительно простая и одновременно сложная. А задача была разработать другой телефон, не такой, как существующий на рынке. И выполняя эту задачу, мы задумывались, что же хочет каждый из нас. Сегодня мы рискнули предположить, что каждому покупателю смартфона, да и вообще, наверное, пользователю современных, если хотите, высоких технологий, хочется напрямую работать с контентом. То есть чувствовать его на своих пальцах, руками это делать. Мне уже даже нравятся картинки, когда в метр традиционного курсора мыши, изображая какие-то интерфейсные элементы или что-то вроде того, рисуют палец. Вот тут в свое время мода, заданная Apple, она очень сильно прижилась, за что большое спасибо Стиву Джобсу. И мы сегодня пользуемся все этими плодами. Второе желание, которое мы выявили у людей, это быстро понимать, где что находится. То есть интерфейс сейчас достаточно сложный, не всегда человеку понятно, где он находится внутри приложения, и нужно дать ему такую возможность. При этом традиционные способы, типа там сказать, где мы только что были, написать это буквами или что-то еще, они не всегда работают. Потому что обычный человек не IT-ориентированный, не гик, если хотите, у него свои способы восприятия, которые вырабатываются в силу жизненных привычек, а не каких-то правил. И, наконец, всем хочется, чтобы ничего не тормозило, все двигалось и замечательно работало, было, так сказать, отзывчивым и живым, если хотите. Четвертый принцип, который стал актуален, наверное, самое последнее время, это чтобы все это было моим личным. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что сегодня социальные сети настолько проникли вообще в наш быт, даже в наш бизнес, и в том числе бизнес в достаточно крупных компаниях, что игнорировать это нельзя, поэтому, разрабатывая телефон, мы решили сделать его социально ориентированным, но не в смысле традиционной фразы этой на русском языке, а в смысле, конечно, социальных сетей. Получилось несколько принципов, которые мы исповедуем. Первый принцип – это люди. То есть мы, как говорят наши корпоративные коллеги, построили people-centric смартфон. То есть куда бы мы ни заходили, если мы говорим о стандартных приложениях, мы так или иначе натыкаемся на наших друзей, коллег, знакомых, кого-то еще. Мы старались делать телефон вокруг людей. Второй принцип – это движение. Я про это уже сказал, и, наверное, вот предыдущий докладчик, он тоже много об этом говорил. Мы сами так делаем и всячески мотивируем разработчиков делать переходы между экранами и интерфейсными элементами в виде какой-то анимации для того, чтобы сымитировать живость в интерфейсе. Фактически даже мы говорим не о живости с точки зрения быстроты, а как будто бы он сам по себе живой, как будто это одушевленный предмет. И третий принцип – это инфографика в противовес иконографии. О чем здесь идет речь? Здесь мы старались сделать интерфейс приложений, избегая графических метафор, если это возможно, то есть иконок в просторечии, и стремясь к тому, чтобы дать человеку максимум информации, то есть выражать ее текстом. Но я думаю, что предыдущий докладчик об этом тоже сказал. Надолго останавливаться не буду. В итоге у нас, помимо всего прочего, получился интерфейс метро, исповедующий вот этот замечательный язык. Я видел уже этот слайд, поэтому я его пропущу. Вы его знаете. Основой для метро служил, как вы возможно слышали, указатели метро в аэропортах, принципы их расположения. Естественно, мы старались брать наиболее удачные варианты за основу построения наших интерфейсов. Что в итоге получилось? Получилась вот такая штука. Прежде чем продолжить, я все-таки спрошу присутствующих, как много из вас держал в руках Windows Phone 7? Ничего себе, первый раз такой процент аудитории поднимает руки. Да, у многих это случилось сегодня. Сегодня был первый раз. Хорошо. Тогда вы представляете не только визуально, но и с точки зрения ощущений. Многие из вас это представляют. Потому что очень важно, то, как выглядит Windows Phone 7 на картинках, и то, как он ощущается, это несколько разные вещи. То, что вы его имели возможность поддержать, это очень хорошо. Метроподход Microsoft используется не только в Windows Phone. Мы потихоньку, полигонку переводим многие наши продукты на эти рельсы. И более того, Windows Phone был далеко не первым устройством или даже приложением. И среди приложений есть такие примеры, которые использовали подход метро. Ну и наверняка многие из вас слышали, что в Windows 8, нашей настольно-планшетной операционной системе, этот интерфейс будет, если хотите, главным. Мы свято верим в метро и стараемся в эту веру обратить разработчиков. Что же о телефонах? Понятно, что интерфейс это круто, но человек покупает в конце концов не только и не столько интерфейс, сколько живые девайсы. Здесь спасибо нашим партнерам. Они выпускают много разных девайсов в различных форм-факторах, различных размеров, ценовых категорий и так далее. Вот это то, что уже либо продается, либо доступно для предзаказа от компании HTC. Это от Samsung, тоже пока доступно в Евросети для предзаказа. Ну а что будет от Nokia, на которую мы большие надежды возлагаем, и не только мы, мы узнаем 26 октября на Nokia World. И вот все это, все эти события, тенденции позволяют уважаемым прогнозистам из компании HTC и Gartner сказать, что мы будем на втором месте по распространенности в 2015 году. Кстати, позавчера, слайд устаревший, позавчера мне пришло письмо от свежим отчетом IDC, которое говорит, что это произойдется уже в 2014 году. Но мы не знаем, как будет на самом деле. Время покажет. Прогнозы, они, как говорится, такие прогнозы. Перейдем, собственно, к содержательной части. Поговорим о приложениях. Это, наверное, первое, что действительно главное для разработчика, то, что у нас есть Marketplace. Странно, что я не слышу смеха в зале. Это не новость. Есть он у многих в мобильной версии, в настольной. И вот недавно выпустилась веб-версия Marketplace. Моя любимая. Я очень люблю ее пользоваться. Что важно в Marketplace? То, что это единый канал доставки приложений. То есть Marketplace один. Вам не нужно публиковать приложение в несколько Marketplace. Вам не нужно промотировать его в несколько Marketplace. Вам не нужно бояться, что пользователь, возможно, не сходит в какой-то маркет, а сходит в другой. Он один. Это и хорошо, и плохо. Понятно, что есть преимущество в конкуренции разных маркетов, потому что они должны предлагать для разработчиков какие-то бенефиты, чтобы выиграть эту самую конкуренцию. Но есть и недостатки, от которых я уже сказал. И взвесив все за и против, мы решили, что лучше один Marketplace. Это всем понятно, просто и доступно. Вот то, о чем я уже сказал. Им пользуются все пользователи и только им. Есть некоторые совсем элементарные вещи в Marketplace, которые присутствуют, о которых вы наверняка знаете, особенно если вы работали под iOS, как разработчики. Географическое таргетирование, различные формы оплаты, включая мобильный биллинг, в зависимости от страны. Есть парочка API. Это trial API, который позволяет определить, что ваше приложение установлено как trial-версия. Это делается одним вызовом. И простой набор Marketplace API, по типу там оставить отзыв в моем приложении, показать все приложения от какого-то разработчика и тому подобное. Немножко расскажу о промо команды Marketplace, или как его называют в народе, фичерении. Фичерение, как это часто бывает, происходит не по автоматическому принципу какому-то, и даже не по принципу заплатил и получил себе фичерение. Нет. В Fitched Applications приложение отбирают вручную специальные люди, продюсеры, которые сидят в корпорации. Они разговаривают на многих языках, родились во многих странах. Многие из них в прошлом мобильные разработчики, кто-то специализировался на играх, ну и так далее, и так далее. То есть люди самые разные, наняли их огромное количество. И именно они просматривают все приложения, поступающие в магазин, и стараются отдавать их для Fitched Applications. Естественно, физически все они отсмотреть не могут, поэтому изначально попадание в Fitched зависит от того, как покупатели восприняли появление вашего приложения. То есть если оно хоть как-то стало подниматься, хоть чуть-чуть, да, среди новых, то на вас обратят внимание. Централизованное обновление через Marketplace – это понятно. Категоризация и поиск тоже, я надеюсь, ни для кого не являются новостью. И Advertising API, строго говоря, это не особенность Marketplace, это особенность платформы в целом, но это тем не менее является частью модели зарабатывания денег. Здесь есть один небольшой, в кавычках, недостаток. Для российских разработчиков этот API недоступен, ну, я неправильно, наверное, выделился, не то, чтобы недоступен сам API, вы не можете деньги вывести за рекламу, которую вы показали. То есть для этого вам нужен social security number, который есть только у граждан США, ну, либо там есть разные случаи, когда вы его имеете в Штатах, но на большинство граждан Российской Федерации он не распространяется. Если у вас есть компания в США, в Канаде, и вот сейчас еще несколько стран добавятся к этому списку, то вы можете просто использовать Advertising API и, соответственно, вводить деньги. А можете поступить как, например, разработчики одного из приложений, о котором я, если успею, расскажу попозже. Они копят просто у себя деньги там на аккаунте и говорят, что когда-нибудь, наверное, мы сможем вводить деньги в Россию или там найдем способ вывести для себя деньги, тогда и выведем. Все равно приложение бесплатное, пусть деньги на рекламу копают. Ну, это такая, совсем уж выроденный случай. Немножко о количестве приложений. Это один из вопросов, которые чаще всего задают. В октябре 2010, когда платформа запустилась, их было тысяча. В марте 15 тысяч. В сентябре их стало 30 тысяч. Сейчас не знаю. Не считал пока. На наш взгляд, неплохой рост. И если говорить о известных каких-то брендах, такие, которые мы веду, именно российских, то вот эти приложения уже разработаны. Вы пока, наверное, не найдете ВКонтакте в Marketplace, но это произойдет со дня на день. Если вы разработчик на платформе Windows Phone 7 или наоборот хотите, чтобы кто-то разработал для вас приложение, то есть вот такой замечательный сайт App Professionals. Он, кстати, сделан не только для разработчиков на WinFone, но и для разработчиков на HTML5. Вы можете разместить там, соответственно, заказ для того, чтобы вас нашли разработчики или регистрируются как разработчик, показать свое портфолио на разных платформах для того, чтобы вас нашел заказчик. Если есть желание, это очень просто. И это еще один источник получения заказов для того, чтобы вам разрабатывать приложение и зарабатывать деньги. Так на чем мы вообще будем разрабатывать эти приложения? Для чего? Разрабатываем их для платформы Windows Phone 7, у которой есть несколько ключевых составляющих. И первая составляющая, естественно, как и всякая мобильная платформа, это железо. Здесь мы, пометуя наши прошлые ошибки с Windows Mobile, пошли по пути стандартизации в значительной степени аппаратной платформы и сказали всем производителям, которые желают разрабатывать соответствующие смартфоны, что у нас есть минимальная спецификация, включающая минимальные требования к объему оперативной памяти, к объему сторожа, графическим акселераторам, ну и вообще к акселерации, например, таких вещей, как кодеки. И даже к таким вещам, как кнопки на смартфоне, они должны быть вот такими и никак иначе. Для того, чтобы, разработав приложение, вы могли… Ну, это для того, чтобы, во-первых, разработав приложение, вы могли точно знать, что оно на любом смартфоне с Windows Phone 7 будет работать. Ну, за исключением, может быть, если там, например, стоит предыдущая версия операционной системы, да? Такие варианты возможны. Либо же… точнее, не либо, а и для того, чтобы у пользователей был единый такой, ну, вот experience взаимодействия с телефоном. Да, понятно, что кнопки там управления камерой, включения их можно передвигать, но, тем не менее, они должны быть. Вторая составляющая платформы – это, собственно, даже неправильно назвать это приложение – это API. То, что важно реально для разработчика, это то, что есть подсистема Silverlight, есть подсистема XNA, есть подсистема HTML5 JavaScript, которая, по сути, работает либо в браузере стандартном, да, Internet Explorer в телефоне, либо же в Silverlight приложениях. Да, все это работает поверх .NET Compact Framework, который, понятно, обращается к различным уже сервисам более низкого уровня. И последняя важная составляющая платформы – это сервисы. Как сервисы, описанные на предыдущем слайде, то есть рантайм-сервисы, да, как инструменты Visual Studio, Expression Blend и все, что вокруг этого крутится, включая документацию, так и сервисы, работающие в облаке, а именно сервисы публикации приложения, тот самый Marketplace или его представление для разработчиков, которое называется AppHub, так и сервисы-платформы, которые обслуживают работу вообще самого смартфона и ваше приложение. Это карты бинговские, это сервис определения местоположения, сервис пуш-нодификаций и так далее, и так далее. Все это вот составляет платформенные сервисы, которыми любое приложение практически пользуется. Немножко об инструментах. В сам Windows Phone SDK входит некоторое количество инструментов, самыми интересными которыми является, ну, помимо Visual Studio Express Edition, который бесплатен, и если у вас нет большой Visual Studio, то вы просто его используете, его достаточно для разработки приложений. Expression Blend для тех, кто любит разрабатывать такой, знаете, если хотите, дизайн-дривен подход, используясь в приложениях. И вот интересный инструмент, который называется эмулятор, и Performance and Memory Profiler. Ну, последний понятно, зачем нужен. Эмулятор, впрочем, тоже понятно, зачем нужен. Хотелось бы отметить только то, что это полноценная виртуальная машина с эмулирующей телефон, то есть там прям образ операционной системы используется, и там все работает как на живом телефоне, включая акселерацию. Например, таким косвенно подтверждающим этот факт является требование к графической карте компьютера, для того, чтобы можно было запускать и игры трехмерные на эмуляторе. У вас должна быть графическая карта, совместимая с DirectX 11, по-моему. Вот это, к сожалению, я сделать не смогу, коль скоро не с моего компьютера идет демонстрация. У кого будет желание и возможность, учитывая поздний час, вы просто подойдите ко мне после моего выступления, и я вам могу показать все демонстрации, которые я планировал. Как вы уже могли, наверное, догадаться по предыдущим слайдам, у нас есть два типа приложений основных. Это Silverlight и XNA. Silverlight — это в основном классические приложения и немножко игры, а XNA, наоборот, в основном это игры и немножко классические приложения. Здесь было второе демо. Так что же такое Silverlight? Это, по сути, две составляющие. ZAML — язык разметки интерфейсов и .NET Compact Framework с его набором языков. Наверное, самым популярным среди которых является C Sharp. Что же такое ZAML? Поднимите руки, кто не знает, что такое ZAML. Их тоже порядочно. Хорошо. Ну, ZAML — это интерфейс, скажем так, декларативной разработки интерфейсов, пардон, это язык декларативной разработки интерфейсов на базе XML. Ну, пример, опять же, я вам, к сожалению, показать не могу, хотя вот на предыдущих слайдах, кто не хочет остаться, хочет просто посмотреть. Вот здесь маленький кусочек есть ZAML. Ну, по сути, это просто в виде XML описывается интерфейс. Чем так хорош ZAML? Прокрутимся обратно. Ну, во-первых, он достаточно нагляден. Я как человек, ведущий, так сказать, свои корни программистские давным-давно из C++, во времена, когда еще не было всех замечательных API, когда Windows — это была такая экзотика для разработки, вроде бы должен был в штыки воспринять подобный подход. И действительно, поначалу так и было, и более того, многие техники я использую, может быть, неоптимально с точки зрения ZAML. Тем не менее, я должен признать, что это очень удобно с точки зрения восприятия, чтение исходного кода формирования интерфейса язык. Помимо… Хотелось бы обратить внимание на несколько таких приятных особенностей. Ну, код-бехайнд понятно, что за ZAML стоит C-sharp. Вы можете, в принципе, набрать все элементы интерфейса Silverlight и кодом. Ну и понятно, что обработчики событий и тому подобные вещи присутствуют. Есть замечательная штука, которая называется sample data. Это, по сути, способ отображать в дизайнере интерфейса, вот в этом дизайнере Visual Studio, сразу какие-то данные для того, чтобы человек, разрабатывающий интерфейс, не был оторван вообще от того, как это будет выглядеть. Потому что очень часто даже с использованием data binding мы не видим того, как он будет выглядеть с данными. Нам нужно обязательно запускать приложение. И вот две замечательные штуки, которые называются storyboards and transform. это вещи, позволяющие как с кодом C-sharp, так и без строчки C-sharp кода исключительно декларативно в самом ZAML передать вот эти самые переходы между страницами, перемещение интерфейса, плавненькие, с подпрыгиванием и так далее. Это все для этого предназначено. И когда я плотно в эту штуку погрузился, я был сам приятно поражен, как просто это делать по сравнению с тем, как если бы я это писал кодом. В Silverlight на телефоне контролов довольно много. Перечислять их глупо. Я просто сделал скриншотик. Есть так называемый Silverlight Toolkit, в который входит еще несколько элементов управления. Их вы могли видеть, если держать в руках телефон, в стандартных телефонных приложениях, просто в виде отдельного Toolkit. Они доступны и приложениям для всех разработчиков. Отдельно стоит, наверное, обратить внимание на два элемента управления. Это панорама и пивот. Именно с помощью создаются так называемые хабы. То есть приложения в форме длинных лент с информацией, которые пользователь вот так вот листает. Эти контролы очень полезны. Более того, они очень-очень хорошо конечными покупателями воспринимаются. И немножко я об этом дальше расскажу. Да, вот здесь было демо Silverlight на самом деле. Хочется еще сказать про Live Tiles. Вот, к сожалению, я уже совсем пролистал, не могу показать. Вы помните, на телефоне есть на стартовом экране такие здоровенные иконки квадратные. Это первое, что бросается в глаза, когда вы телефон покупаете. Так вот это и есть Live Tile. И помимо того, что они могут просто отображать логотип приложения, его название, они могут отображать много какой информации, которую проще всего на примерах проиллюстрировать. Например, в приложении Flickr, всем известного сервиса, оно показывает какую-то последнюю картинку. В случае с приложением телефона или почты, оно может показывать количество непрочитанных сообщений или пропущенных звонков. Ну, например, в приложениях социальных сетей оно тоже показывает количество новых сообщений. В приложении к бронированию авиабилетов оно показывает статус вашего рейса. Ну и так далее, и так далее. Примеров можно много привести. Для этого существует отдельный API. Вы можете обновлять их как с непосредственно приложением, так и с помощью внешнего сервиса, который, можно сказать, за connection к Live Tile. Довольно полезная штука. Более того, Live Tiles, как и вообще, как говоря, весь интерфейс Windows Phone поддерживает так называемый теминг. То есть вы можете, ну, ой, так, с помощью прозрачности назад, с помощью прозрачности регулируется цвет элементов Live Tile, и наряду с тем, что вы можете добавлять нотификации, вы как будто, знаете, интегрируетесь в такой вот единый привычный интерфейс телефона, и вроде как ваш Live Tile для пользователя выглядит как часть системы. Это, в общем, бывает иногда довольно забавно. XNA. Переходим ко второй части. Как я уже сказал, в основном на этой технологии разрабатываются игры. Что же такое XNA? Ну, в действительности, если вы посмотрите на код вот так, с высоты птичьего полета, то вы большой разницы не почувствуете с Silverlight приложением, потому что, ну да, в XNA нету замла, но там, в общем, тот же C-sharp код. Отличие, на самом деле, в наборах, используемых библиотек, в способах загрузки приложения, в методе его работы, но, тем не менее, это тот же C-sharp, тот же .NET, и, соответственно, если у вас есть опыт разработки на .NET, то здесь вы, может быть, вначале почувствуете некий психологический дискомфорт из-за того, что вам нужно будет мышление перестроить на такое конвейерное, которое используется при разработке игр. но, в общем, все в основном то же самое. Помимо мощной математической библиотеки, ну и графической библиотеки тоже, в XNA есть такая замечательная штука, Content Pipeline. Это набор API и даже набор неких техник, если можно так выразиться, для загрузки контента, который идет вместе с вашей игрой. Продолжу задавать вопросы, кто из здесь присутствующих разрабатывал под XNA, ну вообще где-нибудь, на Xbox, на Windows или на телефоне? А вот один человек есть, да, но я знаю, этот человек разрабатывал. Соответственно, вот что я здесь не указал на этом слайде, пункт, это так называемый game loop. Еще задам один из своих любимых вопросов. Во времена DOS кто-нибудь программировал приложение, которое мышь поддерживала? О, по-моему, ты мне уже однажды этот вопрос отвечал. Так вот, я напомню, там нельзя было, как в современных приложениях, сделать какое-то окошечко и реагировать на события, как там пользователь куда-то ткнул. В действительности вы должны были постоянно опрашивать мышь в таком цикле, куда же там его пользователь подвинул, для того, чтобы как на это реагировать. А вот он кнопочку нажал, опа, мы это обработали и как-то на это среагировали. То есть это был такой бесконечный цикл опроса оборудования, ну и разных других штук. Вот при программировании игр мы наблюдаем похожую ситуацию. Мы постоянно опрашиваем, что же изменилось в нашем игровом мире, куда там переместился объект, если он двигался. Благо, например, двигать за нас его может XNA. С чем он столкнулся, как эти коллизии отработали, куда он отлетел, а какие кнопки сейчас пользователь нажал, а не закончилось ли там проигрывание какой-нибудь музычки, для того, чтобы нам тоже как-то после этого что-то сделать. В общем, вы постоянно в таком цикле проверяете, как же у вас сцена поменялась, как ваш игровой мир поменялся. Вот, собственно, чем отличается психология программиста под XNA и вообще игр от классического современного разработчика. Но в Манго, в новой версии, которую еще называют Windows Phone 7.5, вообще говоря, грань между Silverlight и XNA, она потихонечку стирается, потому что вы уже можете использовать XNA-сцены, такие, знаете, как вкрапления, внутри Silverlight приложений. Понятно, что это работает не так быстро, как если бы у вас было полностью XNA-приложение, но, тем не менее, если вы в Silverlight приложении сделаете полностью XNA-сцену, то там это точно будет работать достаточно хорошо. Вот так их можно совместно использовать. Это, конечно, с одной стороны удобно разработчикам игр, для того, чтобы какие-то интерфейсные вещи реализовывать у себя и не изобретать каких-то сложных вещей внутри XNA, для того, чтобы попросить пользователя что-нибудь ввести. А с другой стороны, разработчик какого-нибудь просмотровщика 3D-моделей может спокойно сделать всю работу в основном на Silverlight, а модель показывать в XNA. При этом, как я уже говорил, в XNA для вас доступна вся мощь C-sharp, там почти последней версии. Это, в общем, менеджд-код, который еще принято называть безопасным кодом, со всеми своими достоинствами. Что касается основного недостатка, который часто приводит, а именно быстродействие, мы можем сказать, что много очень сил вложили в XNA на платформе Windows 7, как ее только не профилировали, как только не тестировали. И во многом, благодаря тому, что платформа в известной степени стандартизована, мы добились очень хороших результатов в быстродействии, чем активно пользуются те разработчики, которые уже приложения выпускают. Я вот сделал скриншоты того, что у меня есть на телефоне, а что я лично играл. Это игра Элумила. Там два таких забавных существа перемещаются по кубикам, и вы должны их встретить. По-моему, ее нет на других платформах, хотя я могу ошибаться. Need for Speed про него все знают. Angry Birds про него знают даже те, кто не знает про Need for Speed. А это Fruit Ninja тоже известная игра. Это была первая игра, на которую я подсел на Windows Phone 7. И долго-долго ставил в ней рекорды. Интернет-эксплорер HTML5. Вот тут в кулуарах перед тем, как мне начать свой докладочный, перед тем, как начать мучиться с оборудованием, ко мне подошел Анатолий Ларин, если я не ошибаюсь, да, кстати, он, по-моему, ушел. И спросил, там какой-то вопрос каверзный задал про HTML5 в интернет-эксплорере. Дескать, что-то там нельзя делать, потому что в интернет-эксплорере не поддерживает SQLite или SQLite, как правильно его даже назвать в данном случае. В случае с HTML5 не знаю. Но прежде чем ответить на этот вопрос, я скажу, что E как браузер и как веб-браузер control для ваших приложений на серверлайте, это такой вот полноценный E9, почти как на десктопе. У нас приняты говорить, как на десктопе, но все-таки почти как, потому что там он оптимизирован для маленьких экранов, и сказать, что это десктопная версия нельзя. Он поддерживает аудио, видео, ну, все эти премудрости канваса, поддерживает на самом деле storage, локальный, поддерживает geolocation, CSS 2.1.3, для тех, кто задних рядов не видит, SVG, ну и другие фишки, я, наверное, самые распространенные перечислил. При этом, если мы говорим о разработке HTML5 в приложении для Windows Phone 7, то, конечно, мы имеем в виду в основном вставку веб-браузера контрола, если хотите, во весь экран в Silverlight приложении, кстати, приложение Одноклассников ровно так и сделано. И через… Пардон, все время я нажимаю эту кнопку. Через вот эту пару методов, Windows External Notify для JavaScript, Script Notify как событие в Silverlight, и InVox Script как вызов скрипта из Silverlight приложения, вызов JavaScript на странице, вы, собственно, взаимодействуете с основной платформой и в обратную сторону со страницей. Возможно, кто-то из вас слышал о фреймворке, так называемого, который называется PhoneGap. Как много людей слышали о нем? Порядочно, да. Он на самом деле такой многоплатформенный в значительной степени, и с недавнего времени он поддерживает Windows Phone 7. Зачем нужен такой фреймворк? Он, в общем, для вас абстрагирует вот все это взаимодействие через Windows External Notify, InVox Script от основной платформы. То есть если вы хотите получить доступ к камере, к GPS и тому подобным вещам, вы просто это делаете из JavaScript, и не заворачивайтесь с тем, как это сделано в самой платформе. Вот PhoneGap, в том числе для Windows Phone 7 существует, его можно использовать. Публикация приложений. Пробегусь кратенько. Есть сайт, как я уже говорил, AppHub, который расположен по адресу createmsdm.com. На этом сайте вы, скомпилировав приложение, загружаете его, соответственно, сабмитите вот в AppHub, он автоматически валидируется на предмет разных неправильных вещей, типа использования native кода, потому что сайт XD Developers вам, конечно, скажет, что это возможно. Добавляет метаданные в саму сборку, как вы описали это приложение, потом тестирует, собственно, вашу сборку уже в полуавтоматическом режиме, включая прогоны людьми, но это классическая ситуация, но за счет того, что все предыдущие действия выполняются практически автоматически из-за того, что код приложения управляемый, это managed код, вот эта штука, она проходит достаточно быстро. Люди тестируют ваше приложение быстро, и по прошлому году среднее время тестирования составило двое рабочих суток. Приложение подписывается и становится доступно в Marketplace и всем пользователям, всем тем, кому вы с точки зрения стран географии, так сказать, распространения сделали его доступным. Но немаловажно, что вообще говоря, для того, чтобы все это сделать, вам нужно зарегистрироваться, стать зарегистрированным разработчиком. Это стоит, только не смейтесь, 99 долларов в год. Сейчас все достаточно сильно упростилось, то есть если еще год назад и даже полгода назад вам, например, для вывода средств необходимо было получать ITIN, это такой замечательный идентификатор американской налоговой системы, сейчас этого делать не нужно. Если раньше вашу личность проверяли примерно дня три с помощью компании GeoTrust, то сейчас для частных лиц этого не производится, вас просто по кредитке проверяют, вот, дескать, кредитка есть, твоя, значит, это ты. Ну, для компании все несколько сложнее, но там, опять же, за год все сильно упростилось, и если вначале еще какие-то сложности были, нам поступали сигналы, что ой-ой-ой, мы не можем получить подтверждение подлинности в вашем Application Hub, то сейчас это все сошло на нет, уже таких к нам не приходит сообщений, их все решают в рабочем порядке с саппортом. Если у кого-то есть, кстати, проблемы, говорите, будем эскалировать. Вот. Так вот, когда вы становитесь разработчиком и публикуете приложение, вам становится доступен дашборд с такой базовой информацией достаточно, типа, сколько скачали, из каких географий, каких приложений, сколько денег заплатили, в том числе по разным срезам, типа, из такой стороны, из этой стороны, то есть там в основном срезы по географии. И более того, можно даже крэш-дампы смотреть, которые собирались, если пользователь разрешил отправку вам таких крэш-дампов. То есть, например, разработчики приложения Gmobs, они сказали, что крэш-дампы им здорово помогли оптимизировать приложение. Ну, с точки зрения самого магазина приложений, вам, естественно, доступно, как я уже говорил, сам Marketplace Hub, веб-версия доступна, а сетка для мерчендайзинга нежденных промо – это отдельный замечательный пункт. Здесь я вам должен сказать, что если у вас есть интересное приложение, вы, возможно, его опубликовали, и оно, с вашей точки зрения, очень хорошее, а его недостаточно замечают, напишите, например, мне, и мы попробуем что-нибудь с этим сделать. Возможно, вас вынесут фичи от applications. Для России этой сеточкой мы можем управлять, для Соединенных Штатов мы можем давать свою рекомендацию коллегам из корпорации, что смотрите, вот это приложение очень хорошее. Кстати, мы очень сильно удивились, здесь есть такая игра Crazy Ivan, свершедший Иван, если быть проще. И разработала одна украинская компания, которая опубликовала приложение от России, потому что в Украине нет Marketplace. И она очень сильно популярна, хотя вроде бы достаточно простая игра. Так вот выяснилось, что ее однажды зафичерили, и как-то пользователи оценили такую игру. Хотя это новая игра для телефона, и это мини-порт других платформ. Для игр в Mango тоже немножко обновили интерфейс. Пардон. Там появилась такая более расширенная информация как об играх, и в том числе новая, такой улучшенный что ли интерфейс игровой части Marketplace на телефоне. Это, в общем, помогает вам игры продавать. Стали поддерживать игровые рейтинги, потому что во многих странах, например, нельзя продать игру, не указав, какой у нее рейтинг. Это закон. Да, вот как это происходит. Удивительно, что это работает здесь. Вот страница приложения, если интересно, она выглядит примерно так. Да, вот здесь открыта секция Details. Здесь мы видим такое как раз использование элемента Pivot. Можно скриншоты посмотреть, можно почитать ревью, ну и вот Related Applications, то есть похожее на ваше приложение с точки зрения системы, приложение пользователь тоже может посмотреть. Установка. Ну, здесь все просто. Экранчик, нажимаем, инсталируется, идет прогресс бар, бах, поставилось, заработало. Все замечательно. Как же можно распространять приложение? По каким моделям? Первая справа, она же самая общая модель, называется публичная. Когда вы неограничено, неограниченному количеству пользователей распространяете по любой цене, ну, как обычно, оно доступно для поиска, это классическая модель. На ней останавливаться не буду, она, наверное, общая для всех мобильных платформ. Второй способ распространения, это так называемое private распространение. Все то же самое, как в публичном, только вы никогда не найдете это приложение в Marketplace поиском. То есть, покуда вы не будете знать прямую ссылку на приложение, по сути это, покуда вы не будете знать его GUID, то есть вам его кто-то должен прислать, ссылку или сам GUID, если вы хотите самостоятельно сконструировать вдруг, ваше приложение никто не увидит. И, соответственно, поставить вы, если не знаете, то в ID не сможете. Это способ распространения приложений, который не нужно выдавать на широкий рынок. Такой вот закрытый. И, наконец, бета-версия, которую, например, сейчас использует компания Яндекс для распространения беты Яндекс.Карт, это когда ограниченному количеству LiveID, то есть вас как пользователя идентифицируют по LiveID, распространяется приложение, и, соответственно, видят его и могут остановить только те, кто в эту группу замечательно включен. Кстати, кто-нибудь видел из, опять же, здесь сидящих бету Яндекс.Мэпс? Нет. Ну, посмотрите. Для айфона. А, видели? Да, ну, есть люди, которые видели. Что же про Россию? Проведу несколько, как это, классический, ставишь уже классическими примеров. И первый мой любимый это Doodle Goat. Я рискую предположить, что большая часть этой аудитории знает эту игру от компании Joy Beats. Ребята, когда им пришло в голову портировать игру на Windows Phone, сделали это очень быстро. По их словам, да, я не могу это проверить, они с чистого времени ушли на это сутки. Рабочие, правда, сутки это оказались. Человек не знал до этого Silverlight. Он просто сел и разработал. И получилось. Конечно, в казуальных играх там контент имеет гораздо большее значение чаще всего, чем какие-то сложные программистские ухищения. Но, тем не менее, они эту игру быстренько портировали. Она стала очень популярной, и компания LG включила ее в свою секцию Marketplace. А это такой замечательный способ, когда приложение доступно только покупателям, но в данном случае смартфонов от LG за счет организации отдельной секции в Marketplace. Как обычно это происходит? Типа в большом Marketplace приложение стоит, там, предположим, 3 доллара, 2,99, 1 доллар, неважно. А вот в этом IEM, так называемом Marketplace, Marketplace LG, оно стоит ноль. И за это LG дает денег разработчику, фиксированную какую-то сумму и говорит, вот, уважаемые, мы берем твою игру, ее бесплатно раздаем нашим уважаемым покупателям, а за это платим тебе некую фиксированную сумму. Ну, в общем, они договорились. Майкрософту? Нет, нам они не платят. Только разработчик. Вот так эта схема работает и работает очень хорошо до сих пор. Самое популярное приложение от российских разработчиков это G-Maps. Оно существует в двух версиях, там, профессиональный и бесплатный. Ну, это, собственно, клиент Google Maps для Windows Phone. Лишняя, кстати, иллюстрация того, что мы никак не препятствуем распространению конкурирующих сервисов на нашей платформе, коль скоро это так популярно у наших пользователей. Ребята подошли, как это, с душой к разработке приложения. Они тоже dotnet-разработчики, ну, помимо прочих талантов. С душой подошли и сделали очень качественное, реально хорошее приложение. Его постоянно улучшают при этом. И вот, помимо того, что оно в топ-селлинг в своей категории, а в какой-то момент они в UK даже были на первом месте вообще среди всех, обогнав там Twitter, Facebook, YouTube, даже бесплатные, да, вот просто были первыми в United Kingdom. А в США они были на пятом месте. То есть, это неплохо. Ну и профессиональная платная версия, она тоже в достаточной степени популярна, и даже вот журнал Wired про них написал. Это, наверное, первый российский разработчик мобильный, про который он писал Wired. Ну, за исключением, наверное, SPB Software House, о котором писали многие. В декабре, по словам самого Алавара, у них в этом смысле данные, наверное, более правильные, чем у меня, выйдет первая российская игра от Microsoft Game Studios, Farm Friends 2. это ситуация, когда мы берем очень качественный тайтл компании Microsoft и издает от своего имени. В этом случае разработчику начинают быть доступны дополнительные плюшки, как то доступ к API Xbox Live, который, в общем, во многом, которому мы во многом обязаны популярности Xbox. То есть, внутри компании Microsoft царит уверенность, что Xbox стал такой популярной консолью в мире во многом, потому что у него есть вот такая вот внутренняя социальная сеть, которая не является сетью там одной игры, а она является сетью, объединяющей всех игроков на консоли. И пока что это дело подтверждается, Xbox игры и поддаются лучше, но они, чего же греха таить, и промотируются лучше, потому что мы стараемся качественные тайтлы промотировать. Сколько у меня времени, кто-нибудь может сказать? 20 минут? Отлично. Немножко подробностей. Таких, знаете, гаек немножко расскажу. Буквально одним слайдом пробегнусь. Многозадачность. В Mango появилась многозадачность, и теперь для того, чтобы поддерживать ее даже для старых приложений, вам нужно всего лишь пересобрать ее в новой версии SDK. Вы пересобираете, и у вас приложение поддерживает многозадачность. Все просто. Интеграция и расширение. Две штуки, которые связаны с тем, что вы можете интегрировать свои приложения в стандартные приложения телефона. В частности, в Pictures Hub, где вы можете интегрироваться как приложение для шейринга к фотографии. Например, опубликовать в каком-нибудь твитпике, и вы интегрируетесь туда, и как будто становитесь частью Pictures Hub, и, соответственно, с вами пользователь работает, как будто вы внутри операционной системы. Это же касается приложения поиска, когда вы можете интегрироваться фактически в результаты поиска по разным категориям. Это тоже полезная штука, но самый очевидный вариант использования, когда пользователь ищет какую-нибудь книжку, а ваше приложение, например, книжками торгует, и вы можете сказать, что вот смотри, у меня есть такая книжка, купи ее у меня и почитай. Хранилище. Есть у нас три типа хранилища. Первый тип – это классическое изолированное хранилище, ну, просто файловая система. Она изолирована для каждого приложения, то есть вы не можете получить доступ к хранилищу другого приложения. Второй способ – это SQL Compact Edition на телефоне, то есть такая простейшая база данных, в которой вы получаете доступ через LinkU. Это такой язык запросов, что ли, прямо внутри C-Sharp. И вот доступ к данным пользователю – это как раз третий тип хранилища, когда вы можете получать доступ к календарю и к контактам пользователя. Ну, не сказать, чтобы с помощью запросов, ну, такой, знаете, запроса, скорее, с помощью символов подстановки, я бы так выразился. То есть вы можете получать, искать таким образом какие-то контакты или элементы календаря пользователя. Камера API. Я думаю, здесь no comments. Вам доступны различные способы получения изображений с камеры и запись видео, если вы просто хотите видео записать. Среди сенсоров стоит помимо акселерометра и GPS упомянуть, конечно, так называемый motion sensor, который является таким композитным сенсором из акселерометра, GPS и гироскопа, если он в устройстве присутствует. Если даже гироскопа в устройстве нет, motion sensor все равно будет вам выдавать данные, используя показания GPS и акселерометра. То есть они будут не такими точными, но тем не менее API продолжит работать. Про life tiles я уже сказал. Раньше push notifications это, собственно, способ доставки информации на телефон из сервисов, так сказать, путем не запроса их проталкивания на телефон. То есть это вот эти классические уведомления, которые всплывают, например, как так же, как приходит смска, либо же вы можете менять life tile на домашнем экране, life tile вашего приложения на домашнем экране, и там показывать какую-то картинку или информацию или количество, какую-то циферку, ну, в общем, все, что вам заблагорассудится. Scheduled actions это способ из приложения создавать такие простые вещи, как напоминания и будильники, а при этом вот эти напоминания и будильники, они срабатывают в виде стандартного интерфейса, напоминания или будильника телефона, что не вызывает когнитивного диссонанса у пользователя, когда он это видит, неожиданно всплывший и орущий будильник, но он выглядит в общем, как стандартный будильник с теми же кнопками управления, с теми же способами работы. и наконец сетевые сокеты, чего не было опять же в Windows Phone 7, а есть Windows Phone 7.5, как TCP, так и UDP сокеты вам доступны, и в том числе работа с DNS, например, какие-то другие вещи, в этом смысле сняты ограничения на написание приложений а-ля там Skype, всевозможных мессенджеров, всевозможных мультиплеер игр для взаимодействия с PC и так далее. С чего начать? Если вас все это дело заинтересовало или вы вдруг не знаете каких-то ссылок на этом слайде, начните с createmsdn.com, короткий, вроде бы, понятный адрес, там есть ссылки на инструменты и на регистрацию и на все, что с этим связано, на документацию в том числе. Если хотите изучать Windows Phone по-русски, то msdn.microsoft.com slash ru.ru через тире через дефис, пардон, и slash windows phone. Это часть MSDN, которая сделана на русском языке, там в том числе недавно появился новый курс от новичка к эксперту, где мой коллега Стас Павлов замечательно расписал вообще нашу платформу с точки зрения разработчика от самых азов типа что такое замл и как запустить Visual Studio и заканчивает достаточно сложными вещами с пуш-нодификациями, с сенсорами и так далее. есть также по тегу Windows Phone 7 на сайте TechDays.ru ряд неплохих докладов и, наконец, если хотите быть в курсе новостей разработчиков, то windows teamblog.com slash windows phone это, так сказать, правильное место для того, чтобы просто читать подчас довольно интересные статьи из группы разработки. вообще Windows Phone наряду с Xbox наверное по моему личному опыту самое забавное подразделение Microsoft, то есть там работают такие очень разнообразные безбашенные люди, видимо, специально подбирали для работы с такими консюмерскими продуктами, но вот они иногда тяжелы в общении личном, но не сказать, что они заурядные личности нельзя. А если у вас есть вопросы, предложения, или я что-то не сказал, или сказал какой-нибудь бред, пишите вот на этот адрес ru.dup7.dev.sobaka.microsoft.com и компания из пяти человек в российском подразделении Microsoft, отвечающая за Windows Phone 7, за работу с разработчиками по Windows Phone 7, будет лично все эти письма читать, переваривать и реагировать. Не обижайтесь, если какие-то письма вдруг мы оставляем без ответа, особенно то, что пишут нам наличные ящики, не стесняйтесь писать еще сильнее, то есть и настойчивее. Мы в конце концов ответим самым настойчивым, но на 95% писем мы отвечаем с первого раза. Спасибо, извините, что так сумбурно получилось. А теперь, поскольку мне сказали, что у меня было 20 минут, я жду ваших вопросов. Аплодисменты, а потом давайте для всех. Но только под Windows работает BlenderKit. Microsoft Blend вы имеете в виду? Microsoft Blend работает, да, только под Windows. Вообще говоря, вы можете запустить SDK Visual Studio на Mac, ну, в эмуляторе, да, там есть различные способы, Parallels Desktop, там и другие способы. Единственное, что не будет там работать, это эмулятор Windows Phone. Причины, я думаю, понятны, потому что он, это эмулятор, и он не может работать в эмуляторе. Это все, что запускать, не знаю, там, параллел с дископом, внутри VMware, там, или еще как-нибудь. А это, такие штуки не прокатывают. И еще, наверное, в каком алгоритме работают вот эти вот тайлы по поводу подгрузки на случай, если нужно только посмотреть карту, да, передача данных выключена, то когда включаешь, какие-то приоритеты можно расставлять. Ну, в зависимости от того, какой у вас тип тайла, обновляются они по-разному. Единственный тайл, который может обновиться сам по себе, ну, без участия в приложении, я бы так сказал, без участия в создавшего его приложение. Это тайл, источником данных для которого является внешний сервис. Там есть расписание, по которому, соответственно, эти тайлы обновляются. Причем есть два типа. Первый тайл – это просто картинка, которая раз в, не помню, раз в полчаса, хотя могу ошибаться, ходит в этот сервис и получает следующую картинку. А второй тип тайла – это тайл, который обновляется пуш-нодификациями, ну, если мы говорим о внешних сервисах. Там, соответственно, пришла пуш-нодификация с внешнего сервиса, обновился тайл. Все остальные тайлы, для того, чтобы они обновились, нужно, чтобы отработал какой-то код. да, все сразу не поломится. Это провокационный вопрос. Раз, раз. Скоро. Скоро будет. Это вопрос не технологии, а маркетинга, поэтому я на него отвечать не рискну. Под Маком можно собрать проект на VP7? Извините, не раз слышал. Под Маком можно ли собрать проект на VP7? Да, ну, в эмуляторе. Нет, а именно на устройстве. ну, Vision Studio для Мака не существует. Спасибо за доклад. Есть несколько вопросов. в первую очередь по поводу, вот вы перечислили способы распространения в маркете, три способа, да, а есть ли какое-то средство для распространения корпоративных приложений, потому что вот Private, которые там перечислены, вроде как не очень подходят. Я с вами согласен, он не очень подходит, но это как раз тот способ, который мы советуем сейчас. Способ Developer Unlock и заливки я не считаю, потому что Developer Unlock телефона это процедура, она такая, ну, если хотите, скажу запарная для интерпрайз-случаев, мы работаем над этим, то есть с точки зрения интерпрайз-приложений в конце концов все кончится тем, что вы будете через там систем-центр разливать зап-файл, он разольется на все телефоны, которые там, которые у вас зарегистрированы, но сейчас мы говорим, что если вы хотите это делать, то делайте через private. Если у вас ограниченное количество пользователей интерпрайз-приложений, ну, там, до 100 штук, то давайте делать это через Developer Unlock и заливку, соответственно, на дисктопах, но как это, связывайтесь с нами для этого, потому что разработчику по умолчанию доступно только три телефона для Unlock, и вам нужно писать запросы, чтобы вам расширили этот список, ну, это все делается. К сожалению, пока так. Понятно. Второй вопрос, это по поводу фрагментации, понятно, вы сказали, что сейчас ее фактически нет, то есть у вас стандартизировано устройство, стандартизированная система, а есть какие-то планы, понятно, что в будущем наверняка будут телефоны из разных теновых диапазонов с разными возможностями, это в плане hardware, и в плане software наверняка будет в один момент на рынке несколько операционных систем версии, то есть как будет решаться вопрос фрагментации? Ну, сейчас это, как вы справедливо заметили, проблемы этой практически нет, она проявляется только пока в том плане, что сейчас уже существует диверсия операционной системы, и мы планомерно обновляем все телефоны, то есть мы говорим, что все телефоны должны обновиться на манго, нет такого телефона, который на манго не обновится, я исключаю там девелоперские какие-то образцы, но сегодняшний день, если меня не ошибает память, по-моему, у нас корпор отрапортовал, что половина телефонов обновилась в мире, хотя обновления начали, по-моему, где-то в сентябре, 26-го или числа, или типа того. Соответственно, ну, вот эта вторая часть проблемы, она будет решаться таким образом, да, если вы сделали для новой версии, то покуда ваш потенциальный покупатель все-таки не согласится, что ему надо получить это обновление, он ваше приложение установить не сможет. Все старые приложения на новых версиях работать будут, это мы гарантируем. Что касается аппаратной части, то здесь сейчас мы проблем вообще не видим, потому что вот все, от чего зависит поведение приложения, API, оно, они во всех телефонах одинаковы. В будущем, когда начнется рост, например, разрешений, экранов и что-то подобного, мы сделаем все возможное для того, чтобы пользователь этого не заметил, как и разработчик. Есть разные способы, например, удваивать разрешение одновременно по горизонтали и вертикали, но что-то еще, я не могу сказать, что конкретно будет применяться, но, как это сказать, ответить на вопрос, как мы с этим будем бороться, я сейчас не могу. Я только знаю, что мы будем уделять этому большое-большое внимание, потому что это один из ключевых наших, применю дуладское слово, дифференшаторов от конкурентов. Понятно, то есть я просто хотел слышать, что вы не планируете всю жизнь поддерживать там одно разрешение. Нет, ну это глупо. Гонка разрешений, гонка количества ядер, все это имеет место быть и часто это такое, это псевдо преимущество, но, поскольку оно воспринимается покупателями достаточно однозначно, мы в эту гонку тоже включимся. Спасибо. Ты просто вот упомянул систем-центр, у меня тут возникла мысль, то есть в принципе в пределе вот эти вот телефончики будут дружить с АД, и какой-нибудь там в ИСУЗ будет закачивать апдейты. Ну с АД это оно и сейчас дружит. Не, ну с АД наверное дружит на уровне там exchange девайсов, а вот например там, чтобы всем корпоративно закачать один апдейт, накатить на все телефоны. Это вот через систем-центр, да. То есть это будет, а? Круто. Ну я не могу сказать, когда только, но это будет. Не, ну понятно, то есть вы в эту сторону двигаете. Ну это опять же с точки зрения всей платформы Microsoft один из наших, одно из наших преимуществ интеграция. С телефоном вот подкачали, но как это, исправимся. Скажи, пожалуйста, а сколько телефонов сейчас продано вообще уже Windows функции? Не знаю. То есть вообще нету никакой статистики? Ну я могу из последних данных сказать только одно. HTC со своим Моцартом не успевает за спросом. То есть они вот честно признались во всеуслышание, что это публичная информация, да, это все, что я могу сказать пока, что они ввозят сильно меньше, чем покупают. Поэтому мы в этом смысле очень оптимистичны. По поводу России, что касается мира, у меня цифр нет. Они супер секретные, и это цифры наших партнеров, не наши. Понятно. А еще вот у меня вопрос был по поводу защиты приложений. Можешь пару слов сказать? Вот как защищаются приложения? В частности, от копирования. Пиратами там. Ну, давайте сразу, как это, признаемся, что защиты капитальные сделать нельзя. Если кто-то захочет, он все равно получит это приложение, да? Сама по себе защита, она сделана, наверное, самый главный уровень, да, вот этой защищенности, это то, что для того, чтобы залить приложение на телефон в обход Marketplace, вам нужно иметь developer unlockt-телефон. Это самый такой верный способ. То есть нужно конкретно запариться, чтобы это сделать. Да, после этого вам, соответственно, нужно установить некий софт, да, найти его для начала, да, десктопный, который позволит выгружать левым способом эти зап-файлы из Marketplace, а потом вам нужно их заливать на телефон, ну и так далее, со всеми остановками. То есть, ну, наряду с теми же способами, которые там используются в том же там iOS или в Android, это все возможно, но вот это базовый способ, то, что Marketplace является единственным источником приложений, это наш основной способ. Кроме того, есть некоторые хитрости, де-факто, существующие, позволяющие определять, а как же ваше приложение попало на телефон. Они такие, носят неофициальный характер, но они есть, они на форумах там публикуются, типа, как узнать, что ваше приложение не из Marketplace было установлено. Ну, это как уже защита от… Понятно. А вот еще вопрос по поводу безопасности. А вот сами приложения имеют доступ к личной информации пользователя? Например, ну, я приведу пример, например… Да-да-да, я сейчас отвечу на вопрос. ВМанго под давлением, можно сказать, разработчикам с жестоким, с жестоким давлением. Мы дали доступ к календарю и контактам с помощью API, чего не было раньше. Раньше вам необходимо… Для того, чтобы получить информацию об одном контакте, пользователю необходимо было сказать, дать информацию этой противной программе в моем контакте. Сейчас вы можете сделать запрос и получить эту инфу. Мы рискнули, да, то есть фактически же, таким образом можно тырить инфу. Пока никаких сигналов нехороших не поступало, но мы это очень сильно отслеживаем, поэтому все приложения, которые это дело используют, а мы это автоматически определяем, когда это приложение к нам приходит, мы за ними отдельно зорко следим. Поэтому ответить на вас опору, да, теоретически можно, но не нужно. Спасибо. Нет, он сказал, что не требует подтверждения. Ты раньше требовала, а сейчас не требует. Технически, да. Я не стесняюсь, потому что мы, как это, изначально этого не было, но все очень захотели, ну ладно. У нас есть идентификаторы, идентификаторы устройства, идентификаторы пользователя, но это просто уникальные числа, что мы говорим, что этот номер, он с этим пользователем не повторится, а этот номер с этим девайсом не повторится, но это не… Господи, как он называется-то? Они сохраняются. То есть ваш идентификатор пользователя привязан к Live ID, к логину, а идентификатор устройства, ну он к железяке привязан. Нет. Можно сказать, а давай пошлем смс-ку вот с этим текстом вот этому человеку, и пользователь должен будет назвать send все-таки. То есть массовой рассылки спама не получится. Ну хотя его все равно можно организовать через внешний сервис. Да. Можно убрать ограничение к 4 иконке на шаббатке. Зачем? На всех приложениях на 5. На всех? На трое, а на 5. В смысле, вы имеете в виду application bar или… Ну application bar он называется. ну сейчас. Вот это. А. Ну, наверное, можно. Напишите фидбэк. Есть такой сайт wpdev.uservoice.com. Последний раз. Можно сказать, что я написал? Нет. Ну, это не мне фидбэк идет, вы же понимаете. Из предыдущих ответов не догадались. Конечно, есть. А мы как это как руководим стандартный набор? Код менедж, то есть что вы попадаете? Нужно обязательно в стандартный набор? Ну, не знаю. Есть простосторонние опускаторы? Ну, может, как бы заточенные на… У нас вот сторонние заточенные на… Да. Нашего стандартного нет, да. Ну, может, включим. Вот, может быть, просто вот если у нас стандартно входящий в студию дотфускатор, вот, вот тот, который сторонний, один из сторонних, это тоже дотфускатор, но только в студию он не входит. Его надо отдельно брать. Ну, вот, может быть, когда-нибудь мы его включим. Это просто не наша софтина, мы ее там типа лицензируем. Нелегально установленное приложение удалять? Нелегально установленное приложение удалять? Я не знаю, у вас что-то выясняет, что вложение не было куплено, он его не обновляет, но и не удаляет. Хотя, может, это же там найден телефон, там, пин-код не вреден, то все удалит. Нет, но это что там, найден телефон, пин-код не вреден, и нелегальное приложение, это разные вещи. Есть, но это будет все. Нет, нет, такой возможности нет. Давайте прямо отвечу на вопрос. Когда ваш телефон перестает быть developer-unlocked, то все приложения, которые не из marketplace, вы их запустить не можете. Это есть. А сейчас как-то телефоны, которые сдавятся на адрес, не делаются на микрофон, потому что цена не верит, что у нас не может получать продаж. А за я не верите? Этому девайсу год. Ну там, положа руку на сердце, на мой личный взгляд, HTC остатки распродает. Нет, я не думаю, это просто, я говорю, цена не низкая. Мы, максимум, что мы можем субсидировать, это цену нашей лицензии. Возможно, как иногда это происходит, но я не думаю, что часто. Учитывая, что андроиды цена ноль, а цены на устройство сравнимые, здесь субсидирование лечит не идет. Для IEM-ов мы их не субсидируем. Нет, нет, есть куча других способов потратить деньги для этого, но никак не субсидировать телефоны. Цены на устройство тут ни при чем. Просто, если бы мы это делали, мы ломали бы рынок IEM-производителям. Они сами этого не позволили бы. Да, я слушаю. Сколько процентов берет себе Microsoft от… Marketplace? 30. А минимальная цена 99 центов? Если платная, то да. А максимальная? Слушайте, по-моему, 499 долларов. Есть такие положения? Есть, называется IEM-рич, стандартно. И оно ничего не делает. Нет, там… Знаете, я, честно, поскольку у него трайла нет, я не покупал. Но, судя по скриншотам, там можно нажимать на кнопочки, и оно будет говорить, как оно вас уважает. Еще вопросы? Кстати, русской версии нет. Это там на заметку. Ну что ж, большое спасибо, что пришли и выслушали. Аплодисменты. Надеюсь, на последний раз. Я думаю, в следующий раз Володя обязательно сделает презентацию о том, как делать классные презентации. Продолжение следует...